Ленинград. Сюда на теплоходе Стефан Батори прибыла большая группа туристов из Италии. Сердечно встретили их ленинградцы. Трудно поверить, что так встречали летом 56-го года одну из первых послевоенной групп итальянских туристов. Ну ясно, что встреча была как-то заранее организована, привезли людей, но все равно лица встречающих. Лиц самих итальянцев. Это ведь простые туристы, да? Что же говорить об актерах, приехавших на неделю итальянского кино, или об исполнителях, каких-нибудь оперных, эстрадных, которые вот с этого времени, с середины 50-х годов, все чаще стали приезжать к нам. Ну, во-первых, очень ждали певцов и теноров прежде всего. Тогда упорно ходили слухи о переговорах с Франко Карелли, Марио Дель Монако, с выдающимися итальянскими тенорами. Ведь за время, как по условной советской власти, ни один итальянский тенор не выступал на сцене Большого театра. Вот с начала Мортепеля уже приезжали гастролеры, выступали из Греции, из Англии, даже американский певец выступал на сцене Большого театра. Но итальянского тенора не было. И вот так вот с укола шипами начался приезд в Москву в июне 59-го года великого итальянского тенора Марио Дель Монако. Марио Дель Монако, выдающийся итальянский певец, солист Ниланского театра Ля Скаля, выступил на сцене Большого театра Союза СССР в опере Кармен в партии Хозе. Певец выступил в двух спектаклях, которые уже шли в Большом. Это в Кармен и с Ириной Константиновной Архиповой, и в паяцах. Все исполнители пели по-русски, только он по-итальянски. Архипова потом вспоминала, что Дель Монако уже на спевке, конечно, всех поразил и мощью, и драматизмом голоса, и таким вот этим брыжущим мужским темпераментом, и тем, что совсем не берег себя, очень тратил по-итальянски, открыто, работал в полную силу и полным отсутствием какого-то опломба, вот этой звездности. Носквичи восторженно приветствовали Марио Дель Монако, одного из лучших теноров мира. Пленка сохранила нам несколько таких моментов в спектакле, когда певец, стараясь не выйти из образа, пытается утихомирить публику. Марио Дель Монако 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Свою вот партию Архипова начинает вести фактически не слыша собственного голоса Второе его выступление было в паяцах, уже на сцене филиала Вот там, где сейчас театр оперетты Те, кто не попал тогда в театр, весь спектакль простояли на улице Это невероятно, конечно И чудом сохранились записи этих обоих спектаклей Несовершенные, конечно, но силу и роскошь голоса Дельмонка, конечно, можно почувствовать И это поражает Видно даже, с какой влюбленностью на него смотрят артисты хора И не случайно ведь после Кармен его на руках отнесли в гримерную Такого не было со времен Шаляпина, конечно Архипова вспоминала, что за кулисами в паяцах стояли все исполнители Занятые, не занятые в спектакле Но профессионалы, конечно, хотели увидеть вблизи технику Какие-то приемы подглядеть, вот как держит дыхание, как звук посылает Но, конечно, тут же забывали обо всем Настолько завораживающе звучал этот голос и покорял его темперамент И все ждали, конечно, финал первого акта Знаменитую Арию, Канью, Вести Ла Джуба 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 Ну, мурашки по коже, конечно, да Понятно, что творилось и в зале, но и на улице Те, кто не попал на спектакль, ведь не расходились до самого конца И после спектакля Дель Монак, вернувшись к себе в гримерную А она выходила в Копьевский переулок На втором этаже была И он в окно увидел этой гримеркой Увидел вот, что толпу людей Открыло окно Ну, уже сдались аплодисменты, конечно И он всех поприветствовал И запел Вот для тех, кто не смог попасть на спектакль Вот так вот, по-итальянски, широко Щедро И запел неаполитанскую песню Та, которая не плачет КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Как это красиво, конечно Как это вот И это то, чего ждал зритель Щедрость, открытость Этот широкий полетный звук Конечно, поражающий страстью И вот, как очень точно сказал Ирина Константиновна Архипова Бездомной силой чувства Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok